Светлана Самойлова. Сначала маленькая ранка, просто она неудачно на что-то наступила, но надо было это лечить. Ну, там у её мамы были няни, которые ухаживали за ней, у неё там была болезнь Альцгеймера, они занимались и Лерочкой, лечили её, делали ванночки, перевязки. И, ну, вот эта беспечность её привела к тому, что там начался воспалительный процесс, она не очень внимательно к себе относилась, поскольку она была дочкой врача, она умела забивать температуру, умела боль снимать. Оперировала с лёгкостью, лекарствами. Ну, я помню, я с ней разговаривал за несколько дней до того, как она оказалась в больнице. Я говорил ей, что вот, ну, надо собой заниматься, это всё очень опасно. Она говорила, вот сейчас не могу, вот сейчас я пишу для журнала, дописываю статью. А завтра у меня с утра одно интервью, а днём я еду куда-то там, на Эхо Москвы. Вот когда освобожусь, тогда и начну заниматься собой. Ну, я, по-моему, рассказывал это тоже уже о том, как мы оказались в Италии. Это 97-й год, 98-й. Она уже плохо себя чувствовала, ей трудно было передвигаться, опухали ноги, с трудом одевала кроссовки. Я сам начал, там, вот эту процедуру сыроедения, нам надо было сбросить вес. Лерочка начала со мной просто военные действия. Она сначала пообещала, она поняла, что ей это нужно, нужно сбросить. Там вес, серьёзно, быстро. А потом просто это были военные действия. Мне звонили наши общие знакомые, звонила её мама. Устраивали скандалы, устраивали скандалы по поводу того, что я экономлю на ней, что я её не кормлю, что в ресторан вожу, но там заставляю есть сырые овощи. Это правда. Это было, там, дней 10. До момента, пока у неё вдруг не спали, опухшие ноги перестали быть опухшими. И она начала просто бегать. И в результате за полтора-два месяца мы с ней потеряли 32, что ли, килограмма. Ну, много. Ну, точно больше 25. Вот. И она стала себя чувствовать лучше, и стала сторонником соблюдения диет. Ну, она работала без режима всегда. Писала ночью в основном все свои статьи. Начинала в 12, заканчивала в 7-8 утра. Потом спала. Ну, вот это нарушение режима. Ночью, когда писала, там, рядом с холодильником. Ситуация, знакомая многим. Вот, беспечность. У неё были проблемы, связанные с националистами. Но мне казалось всегда, что она такая беззащитная, что вот её эта беззащитность – это самая лучшая защита. Её действительно можно было убить в любой момент. Там, спецоперации планировать не надо было. Вот, довольно часто она оказывалась перед домом одна. Мы предпринимали усилия для её защиты. У неё были два, ну, таких шофёра-охранника, которых она оплачивала, которые провожали её. Ну, делали какие-то усилия, предпринимали для её защиты. Вот, ну, оказалось, что главный враг, как это часто бывает у человека, главный враг – он сам. Так, Виталий Зорин. Украина. Порошенко взял пример с российского диктатора, подавляя демократические свободы в Украине. В США идут разборки по поводу контактов высокопоставленного чиновника с украинскими властями. Как вы думаете, не оттолкнут ли все эти события западный мир от Украины? И вытекающий из этого вопрос – не подтолкнут ли к объятиям двух диктаторов происходящие события? С уважением, Виталий. Но, Виталий, дорогой, ну, как ещё яснее можно сказать гражданам Украины, как это сделал Дональд Трамп, что Запад отвернулся от Украины, Запад не устраивает современное устройство Украины в виде авторитарного государства, не вполне демократического, в котором процветает коррупция, в котором сегодня значительно меньше, если не сказать нет, свободных средств массовой информации, в котором выборы вполне могут в очень скором времени превратиться в фикцию. Мы сейчас это увидим. У меня тут был спор, я давал интервью украинскому журналисту и сказал, произнес эту фразу о том, что в Украине нет свободных средств массовой информации. И он мне сказал, что вот есть, во-первых, пророссийские, и, во-вторых, есть, я не помню, что-то как-то он сказал, неделя, какое-то средство массовой информации. Одно он назвал. Своё не назвал, и я не буду называть, потому что всё, что касалось рассуждения о коррупции в Украине, он прекрасненько из этого интервью выкинул, потому что это запрещенная тема, запретная тема. Я с ним согласился, что пророссийские средства массовой информации это не оппозиционные средства массовой информации, просто вражеские средства массовой информации массовой пропаганды. А оппозиционное средство массовой информации, если оно одно, это значит, в Украине отсутствуют оппозиционные средства массовой информации. Ещё один вопрос он мне задал. А зачем нам оппозиционные средства массовой информации? Потому что нужна конкуренция, политическая конкуренция, потому что власти должны противостоять те, кто предлагает другое устройство власти, другой способ управления, предлагают другие варианты борьбы с коррупцией. А те политические силы, которые есть в Украине, они не предлагают других вариантов. Их устраивает статус-кво, существующее положение. И они ничего по существу не предлагают. Они борются за власть, не предлагая других вариантов. И отсутствие свободной прессы, отсутствие конкуренции политической, по всей видимости, приведет к тому, о чем вы говорите, к тому, чего вы опасаетесь, к тому, что Украина начнет в экономическом смысле, а потом в политическом. Тихонечко умирать, превращаясь в трассортную державу, невлиятельную, с коррумпированной властью, никому не интересную, для которой сама идея разработки какого-то плана маршала будет вызывать смех. Все украдут. Зачем такому государству помогать? Сегодня от граждан Украины зависит. Изменится ли эта ситуация?